Приветствую всех! Так уж забавно получилось, что это мой первый обзор на какую-либо вещь. Обозревайте буду камеру Panasonic VX1, или полное название Panasonic HC-VX1EEK. Чтобы не тратить ваше время, я сразу скажу, что здесь не будет распаковки и прочей лабуды, а будет сплошной показа снятого в видео в разное время суток, с рук, без штатива. Преимущественно с Full HD Progressive 50 кадров. В автоматическом и режиме ручной настройки, а также немного примеров 4К видео. Я не буду разбирать все имеющиеся возможности камеры и сравнивать её с другими камерами. Также здесь будет много размышлений по поводу съёмок в целом и что я хочу от камеры получить. Итак, поехали! Этот обзор я решил записать банально потому, что меня беспокоила одна проблема, которая, я думаю, беспокоит серьёзную долю людей, которые не прочь поснимать и показать снятое видео своим знакомым, а может быть, даже всему миру. Иногда, во время поездок, мне в голову приходят различные идеи, какой сюжет нужно снять и что для этого нужно от камеры. Телефон довольно удобный, он всегда при себе, да и многие люди снимают на айфоны, самсунги или другие смартфоны, которые всегда под рукой. Что ж, после обновления своего смартфона до Sony Xperia XZ1 Compact, я решил, что раз там есть возможность поснимать в Full HD 60 FPS, да ещё и в 4K, то этого должно хватить на мои задачи. Но после нескольких съёмок на вечеринках и поездки в Чугуев, я понял, что телефон совсем не вытягивает тот уровень, который я хотел бы получить от съёмок. И я задался вопросом, а стоит ли покупать камеру и насколько она будет целесообразна в покупке другого, дорогостоящего телефона с хорошими показателями камеры. Для начала я хочу рассказать, какие есть требования у меня. Поскольку я не хочу брать с собой в поездку кучу вещей, то съёмка будет проводиться с рук, без штатива, а это значит, что нужна хорошая стабилизация. Некоторые передовые телефоны это могут дать, однако это не оптическая, а программная стабилизация, а значит будет сплошной блюр-эффект. Также не последним будет и качество картинки. То есть, насколько чётким будет кадр, насколько сильный будет шум, насколько детально мы сможем рассмотреть объекты и насколько они будут резкими, без блюра-эффекта при движении. Ну и хочется ещё сделать иногда красивый слоумошн-эффект, который достигается при замедлении видео с 60 кадров до 24 при редактировании. Стоит отметить, что у меня уже была камера Sony Handicom HDR-XR 550E. Камера 2010 года, и на тот момент она стоила около 1000 долларов. Камера неплохая, однако стабилизация по сравнению с текущими камерами. Уже слабоватая. Да и качество картинки явно проигрывает. И вот я решил поехать в Волчанск и поснимать на неё кладбище самолётов, чтобы окончательно убедиться, что новая камера даст ощутимо лучший результат. Впрочем, когда я приехал домой и посмотрел видео на компьютере, мои подозрения просто подтвердились. При ходьбе камера заметно дёргалась, а картинка была не очень детализированной. И вот осталось только выбрать камеру. Я достаточно долго выбираю, какую камеру взять. Камеры от Sony достаточно дорогие, и я думал насчёт Sony AX33, поскольку это был ближайший конкурент как по цене, так и по характеристикам. И выбирал между Panasonic VX1, которая вышла в 2018 году, как ответ на своего конкурента от Sony. Из плюсов она была дешевле на пару сотен баксов, да и посмотрев пару сравнений, я не заметил настолько существенных отличий, что бы стоило той разницы в цене. Из отличия от предыдущих моделей, 980 и 990 была улучшена стабилизация, и ещё по мелочам. А поскольку в цене отличия были небольшие, то решил взять сразу её. Хочу отметить, что существует модификация VXF1, которая отличается только наличием видоискателя. Однако за всё время использования камеры я пользовался им только один раз. Когда солнце настолько светило на экран, что я просто ничего не видел. Характеристики камеры вы найдёте в интернете, а больше половины видео по этой камере – это распаковка, поэтому перейдём сразу к видео. Поскольку камеру я получил днём, то решил в этот же день пойти поснимать. Был уже вечер, и я направился на источник. Поскольку в Full HD Interlaced режим записывает хуже, чем в Full HD Progressive, из-за четырёхстрочной записи, я решил выбрать прогрессив, и четырёхстрочной даже не тестировать. На улице был уже вечер, я достал камеру и начал снимать. Я решил ничего не менять, да и я совсем не разобрался в меню. Режим съёмки был выставлен автоматически. Проблема всех камер в том, что нельзя сразу определить качество съёмки. На маленьком экранчике всё хорошо, но как только вы приходите домой и открываете файлы на большом мониторе, то понимаете, что были проблемы. Сейчас я отключу музыку, чтобы вы смогли оценить микрофон, который я тоже никак не настраивал. Поскольку мы будем много ходить, в том числе и спускаться, и подниматься, то я решил проверить стабилизацию при спуске по ступенькам. В свою очередь, если вы в походе, то наверняка будете много ходить по таким неровностям. Камера, конечно, трясётся, но не так резко и не так раздражительно, как это происходит на телефоне или на камерах со слабой стабилизацией. Теперь посмотрим, как работает зум и автофокус. Как вы видите, фокус чётко определяет те объекты, на которые я нацелируюсь. На старенькой Sony автофокус был не таким быстрым и не всегда точным, но меня смущает детализация картинки. Мне кажется, она выглядит немного смутной. Что ж, продолжим прогулку. Я иду немедленно, обычным, средним шагом, если не быстрее, поэтому тряска всё-таки присутствует. В некоторых видео Panasonic утверждает, что их стабилизация позволяет убрать шаги. Тут, конечно, стоит посмотреть, какие шаги. Если вы идёте довольно медленно, то и руки у вас трястись при каждом шаге не так будут. Я же просто снимаю без попыток как-то удержать камеру на одном уровне. Честно говоря, я не совсем ожидал, что шаги будут полностью убраны, но такой результат меня полностью устроил. Единственный момент – это проблемки с пересветом. Белые объекты и места, куда попадает много солнечного света, кажутся слишком светлыми и деталей на них не видно. Однако, такие проблемы я встречал почти на всех устройствах, которые могут снимать где-то больше, где-то меньше. Очевидно, здесь стоит покопаться в настройках, вроде баланса белого, светочувствительности и других настройках. Не забывайте, это автоматический режим и первая съёмка. Я ещё не знаю, как камера снимает на других режимах и действительно проблема в камере или просто большой контраст в освещении. Я сразу перемотаю к месту, где я тестирую зум. У этой камеры есть 24-кратный оптический зум, 70-кратный цифровой и ещё один режим, который я не тестировал. Это 1500-кратный зум. Заранее сообщу, чтобы не вводить вас в заблуждение. Весь зум, который вы видите в видео, это оптический зум, то есть максимальное увеличение в 24 раза. Наверное, у вас возникает вопрос, почему я не использую цифровой, 70-кратный и более. При цифровом зуме начинается потеря информации, картинка становится более мутной и появляются шумы. Ну а поскольку я предпочтение отдаю качеству, а оптического зума хватает с головой, то цифровой я даже не трогаю. В принципе, качество при максимальном зуме нормальное, однако меня смущает тот факт, что объекты не такие резкие, а качество не слишком отличается от качества примерно такого же зума, но с более дешевых видеокамер. Это я увидел только сейчас, когда уже просмотрел видео на мониторе и смотрю на тесты других моделей, вроде Panasonic 770 или 800. Еще я заметил, что цвета не такие насыщенные. Печально, конечно, но в сравнении с камерой Sony я это и так видел, так что единственный путь к решению этой проблемы это вытягивать цвета через коррекцию. Хочу отметить еще некоторые моменты. Я решил записывать нон-стоп. В первый день я записывал без всяких остановок около часа. Так вот, как только размер файла видео достигает 4 гигабайт, то он автоматически сохраняется и начинается запись нового файла. Так что не удивляйтесь, если в конце записи вы обнаружите несколько файлов. В файл 4 гигабайта вмещается примерно 22 минуты 47 секунд. Единственный момент, я запись проводил не в формате MP4, а в формате AVCHD. Так что, возможно, в случае с MP4 ситуация может быть немного другой. Если вдруг у вас возникает вопрос, почему именно в таком формате и чем он отличается от MP4, то я тоже изучал этот вопрос. Отличие с сжатием. Если быть точнее, то формат MP4 получается более компактным и ваше видео будет занимать меньше места, чем AVCHD. Ну а поскольку я делаю упор на качество, поэтому я решил сразу снимать в более лучшем формате. Пока я гулял, уже стемнело. Качество изображения при ночной съемке оставляет желать лучшего. Но и здесь у меня найдется пару замечаний. Конечно, ни для кого не секрет, что при слабом освещении появляются шумы и размытия. Однако, сравнивая с моим телефоном, а я напомню, у меня Sony Xperia XZ1 Compact, то качество съемки очень неплохое. Даже когда пытаешься что-то отснять с максимальным увеличением, вы отчетливо видите, что находится в кадре, пусть и с потерей качества. Ну а пока вы смотрите видео, я хочу помянуть про батарею. С батареей всегда оказывается неясно. Указана емкость, но неясно, насколько ее хватит. Так вот, со стандартной батареей мне хватило примерно на 2 часа съемок плюс-минус 6 минут. Как по мне, так это довольно много. Поскольку я заказывал и камеру, и флешку, и батарейку одновременно, то знать я этого не мог. И поэтому заказал еще одну батарею. Забавно, но в магазине я не нашел такую же батарею от Panasonic, но более емкую. Поэтому я взял Power Plant VBT380. По всем параметрам, она такая же, как и у Panasonic, но только дешевле и более емкая. Если и стандартная у Panasonic на 1940 мАч, то у Power Plant на 3560 мАч. Ее хватает на 3 часа 57 минут. Что ж, придя домой и посмотрев отснятый материал, я был малость разочарован. Меня устраивала стабилизация. Не сказать, что я ожидал сотворения чуда, однако Panasonic так ее рекламировал, что у меня были слишком завышенные ожидания. Но когда я посмотрел видео из предыдущей камеры Sony и телефона, я понял, что качество стабилизации заметно отличается, да и в целом, что я хотел от нее. Когда я не использовал ниндзя-походку, то есть, когда вы идете медленно, стараясь удерживать камеру ровно, и не пытался амортизировать движения при каждом шаге с помощью рук, пытаясь их пружинить. Но вот что меня смутило, так это то, что изображение мне казалось немного размыто. То есть, это нормально, когда размытость немного есть, но мне показалось, что ее здесь слишком много. Особенно в сравнении со съемками с телефоном. Камера, конечно, лучше, однако отличия не слишком большие. А вот вопрос целесообразности покупки камеры уже действительно встает. Есть еще один момент. Мне показалось, что иногда камера как будто теряет частоту кадров. Вот, вроде бы все двигается плавно, все здорово, но потом ты меняешь ракурс, немного отходишь, и начинается просадка по кадрам. Такая непостоянность меня очень огорчила. Я рассчитывал, что камера будет выдавать хорошую картинку, не лучшую или суперклассную, а хорошую. А такие просадки в это понятие не входят. В общем, я был огорчен. Что это? Плохая камера? Да вроде она стоит 16,5 тысяч гривен в Украине, что в переводе на доллары выходит 650 зеленых, или же 50 тысяч рублей в России. Может брак? Не знаю. Я полез детальнее изучать вопрос съемки и настроек. Тут может быть плохой свет или автоматические настройки, а скорее всего и то и другое. Я полазал в настройках и обнаружил, что есть в камере ручной режим, а точнее режим, при котором вы можете настроить микрофон, баланс белого, скорость схлопывания затвора и другое. Подумав логически, я решил, что проблема могла быть в слабой скорости схлопывания затвора. Я не знаю, какую скорость выставляет автоматический режим, и поэтому решил протестировать ручной. Немного вдамся в теорию. У меня съемка ведется 50 кадров в секунду. Самая малая скорость схлопывания затвора – это 50 схлопываний, то есть при каждом кадре. Следующее деление идет 1 сотая, то есть по 2 схлопывания за кадр. Что это значит? Чем больше схлопываний происходит, тем меньше света попадает, тем наша картинка более темная, однако более детальная и менее размытая. При плохом освещении надо ставить примерно 1 к 1, то есть если вы пишете видео 50 кадров в секунду, то выставляйте режим 50 схлопываний затвора в секунду. Таким образом, пусть ваша картинка будет менее детализированная, но на вашу матрицу попадет больше света, а значит кадр будет светлее. Но это не работает при хорошей освещенности. Поскольку на следующий день, к моменту, когда я разобрался, был уже вечер, я отправился по тому же маршруту, чтобы проверить свои догадки. Теория теорией, а практика дает уверенность. В этот раз я выставляю ручной режим и скорость схлопывания затвора 1 к 50, то есть к 1 к 1. Что я замечаю, так это отсутствие проседания по частоте кадров. Качество и детализация оставляют желать лучшего, однако это съемки уже при совсем плохом освещении. Тем не менее, мне показалось, что такой режим дает куда лучшую картинку, чем автоматически. При максимальном приближении травы, я увидел куда большую детализацию, чем при автоматическом режиме с более лучшей освещенностью. С чем это связано, не знаю. Думаю, автоматический режим плохо сработал в том эпизоде. Идем дальше. Тут я решаю остановиться и посмотреть, как же снимем детализацию ручья. Честно говоря, результатом я остался более чем доволен. При таком освещении сложно требовать чего-то большего от такой камеры. Я думаю, вряд ли какой телефон сможет с этим справиться хотя бы на таком же уровне. В ручном режиме, пока вы снимаете, вы прямо без остановки видео можете менять скорость склопывания затвора. Для удобства съемки я буду снимать одну и ту же сцену с разными режимами. Вот вы видите скорость 1,5. Сейчас я поменяю ее на 1,00. Картинка стала более темная. Я ее возвращаю обратно. Разница заметна, однако четкость движущихся объектов не удается определить из-за плохого освещения. Но все же мне кажется, что объекты четче выглядят, чем при автосъемке в парке. Вывод из этого эксперимента можно сделать только один. В темных местах стоит снимать в таком режиме, чтобы на матрицу попадало больше света. Ну да, хватит темных съемок. В этот раз я отправляюсь на площадь, пока еще светло. Там я хочу протестировать различные режимы ручной съемки и как ведет себя автосъемка. Действительно ли все так плохо, как я думаю? Или же в первый день я просто не разобрался в камере, а недостаток света добавил свою ложку манной каши? Сейчас выставлен режим ручной съемки со скоростью 1.50. Все выглядит довольно светло. Практически везде виден пересвет. Несмотря на то, что на здании действительно падает много света, часть которого отражается в окнах, но детали практически не видно. Мне стало интересно посмотреть, насколько будут различимы детали на граните и как будет вести себя фокус при переводе изображения со светлой стороны на темное. Вроде бы тут все в порядке. Когда мы начинаем снимать площадь, то ситуация кажется не такой ужасной, как может показаться. Но это только потому, что там много пространства в тени. Но самое главное это то, что я не вижу размытости в движении. В этом плане все на картинке выглядит очень хорошо. Все детали на одежде людей хорошо различимы. Будь то полоски карманов джинс или серая текстура ходи. Я встречаю тебя прям на поле. Спущусь к тебе. Встречу тебя, прям спущусь к тебе. Давай. Давай, я иду. Хочу отметить, что я не сразу заметил маленькое пятно на стекле камеры из-за большого количества света, которое падало на экран. Очевидно, я получил его, когда снимал рядом с водой и какая-то капля просто попала на объектив. Я не отхожу от этого места, а сразу меняю экспозицию на 0,01, чтобы была заметна разница. И да, разница действительно заметна. Изображение потемнело и стало более похоже на то, каким оно есть вокруг. На здании уже стали видны окна, а при приближении мы можем видеть больше информации. Также я проверяю детализацию гранита. По-моему, она отличная, хотя и находится в нескольких метрах от меня. Проверим изменение баланса на темной и светлой стороне. По-моему, тут претензий особо нет. Камера пытается построиться под тот объект, который видит в фокусе. Теперь давайте посмотрим на площадь и то, что там происходит. В некоторых местах пересвет еще есть. Очевидно, стоит еще покопаться в настройках, однако мне уже нравится то, что я вижу. Все выглядит четко и без всяких сглаживаний. Вот сейчас я могу с уверенностью сказать, что камера без проблем обойдет любую камеру смартфона. Возможно, это не совсем корректное сравнение, но я посмотрел различные тесты передовых смартфонов, которые стоят дороже этой камеры, и я замечаю, что люди и объекты в них двигаются как будто с микрорывками. Может, это чисто мое ощущение, но камера снимает все очень плавно. Давайте даже рассмотрим различные детали на большом стеклянном отеле. По-моему, при максимальном оптическом зуме картинка относительно четкая. Также давайте посмотрим, какая будет детализация антенны «Газпрома», если снимать объекты против Солнца. Вроде неплохо. Камера сфокусировалась прямо на этой башне, на которой даже можно увидеть некоторые детали конструкции. Теперь я включил авторежим. Мне стало интересно, как же он будет работать при достаточном количестве света. Сразу видно, что пересвет исчез. Возможно, картинка стала чуть темнее, чем на улице было на самом деле. Но в данной ситуации видно невооруженным глазом, что стену здания отлично видно, как и его текстуру. Давайте посмотрим на площадь. По-моему, все выглядит довольно хорошо. Нет заметных пересветов, да и качество не ухудшилось. Не знаю, в чем была проблема, что при первом включении картинка была очень посредственная. Очевидно, при недостатке света действительно стоит переключать вручную режим, чтобы не падали настройки и не было размытости. А при хорошем освещении можно оставить в автоматическом. Главное, ее ведет отличие ручного и автоматического режима, и на будущее стоит иметь это в виду. И вот, я не планировал, но все же решил испытать 4K режим. Почему я не планировал его испытывать? Все потому, что он довольно прожорливый к железу компьютера при монтаже, а одна минута видео занимает 420 МБ места. Да, и монитора с телевизором у меня нет, чтобы я смог увидеть отличия. Тем не менее, это дает возможность к увеличению объектов при монтаже без потери детализации. Да и в целом, картинка более четкая. Единственный момент, который меня смутил, это плавность видео. На экране камеры я заметил притормаживание. Сперва я подумал, что эта камера не способна сразу выводить видео на экран, но придя домой, я обнаружил, что все видео было таким. Возможно, это из-за скорости флешки, но на упаковке было написано, что флешка предназначена для записи 4К видео, а другой флешки, чтобы проверить, это у меня нет. Поэтому доверюсь производителю. Оно сразу записывает в формате MP4, без каких-либо настроек, в отличие от Full HD. Но даже смотря на видео и делая паузу, можно без особых сложностей рассмотреть детали столбов, машин и элементы одежды людей. В общем, хорошо, но пока Full HD хватит. Теперь я решил пойти в парк к фонтанам и посмотреть, как там будет снимать автоматический режим, а потом переключусь опять к режиму 4К и посмотрим, как он ведет себя при ходьбе и увеличении. Я захотел узнать, насколько детальной будет вода, если ее снять при максимальном увеличении. По-моему, все выглядит прекрасно. Ну и, конечно же, мини-водопад. Поскольку вода очень быстро двигается, то на ней можно отлично проверить, есть ли смазывание или камера снимает достаточно четко, чтобы различить капли. Заметьте, очень забавный момент. Я снимаю сквозь фонтан, и брызги от него на переднем плане замыливаются. Фокус не теряется и не пытается навестись на более близкий объект, а намертво привязан к водопаду. Посмотрим теперь на другой фонтан. Сперва видно огромное светлое пятно на верхушке, однако камера быстро понимает, где объект, и настраивает свой фокус на него. К сожалению, он настолько активно бил, что тут сложно разобрать этот обширный поток воды, но стройки фонтана видны хорошо. Теперь давайте посмотрим, как у нас обстоят дела со съемкой травы на максимальном зуме. По-моему, очень замечательно. Я более чем удовлетворен. И еще немного съемки обезьян. Вы ведь не устали, правда? Вы же хотите получить больше информации о качестве съемки текущей камеры? Вот съемка криповой скульптуры с различных ракурсов. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, достаточно съемок. Осталось посмотреть, как ведет 4К режим при движении. Насколько хорошо стабилизирует видео при ходьбе и насколько он будет плавным. Сразу можно видеть, что картинка стала более четкая, однако движения стали более резкими. Конечно, когда ты идешь в толпе, то ты стараешься рукой немного двигать камеру, чтобы локтями не задевать людей. И это немного влияет на результат. Тем не менее, как только я вышел на более-менее свободное пространство, то я стал чуть медленнее идти, поскольку нет причин больше обвинять людей, а мои руки стали держать камеру более ровно. По-моему, тут отлично видно, как стабилизация влияет на качество видео. Конечно, она не работает так только с 4К видео, она работает так вообще с любым видео. Просто тут все зависит от того, как вы будете снимать. Если будете держать камеру ровной и стараться чуть-чуть пружинить руками при ходьбе, то будет хорошее видео. Что ж, давайте посмотрим, как ведет себя увеличение видео. Для начала снимем фонтан. Не знаю, как вам, а я вижу себя довольно четкую картинку. И даже если поставить видео на паузу, то качество от этого не изменится. Теперь глянем на строительный кран. Он находится довольно далеко, и я не ожидаю рассмотреть на нем какие-либо детали. Однако окружающее здание видно отчетливо, да и камера понимает, где надо сфокусироваться и добавить или убавить света. Со съемкой покончено. Теперь перейдем еще к двум очень важным деталям. Первое – это насыщенность цвета. По сравнению с предыдущей камерой от Sony, насыщенность цвета здесь местами хромает. Может показаться, что на видео все выглядит более бледно, чем выглядело это на самом деле. Это спокойно корректируется при редактировании видео. Вторая деталь, которая меня волновала, это возможность сделать замедленную съемку без потери качества в кадрах. На моей Sony Xperia при съемке 60 кадров в секунду изображение получается терганными. Но на данной камере замедленные движения получаются идеальными. Учтите только одну очень важную деталь. Если вы снимаете при выдержке 1,5 или на автомате при плохом освещении, то замедленная съемка будет неплавная. Движения будут с небольшими притормаживаниями. Чтобы получить плавные движения, снимайте при минимальной выдержке в 1,100 или на авторежиме при хорошем освещении. Итак, видео получилось большим. Да и вы, наверное, уже сдолбались его смотреть. Поэтому вывод мой будет очень коротким. Эта камера решила мою проблему, которую я описывал в начале видео. Она хорошо снимает Full HD, выдает отличную картинку при хорошем освещении. При плохом освещении стоит отключать авторежим и ставить выдержку на 1,5. Меню не очень интуитивно понятное, но это дело привычки. Как только вы в нем разберетесь, дальше будете настраивать все быстрее. Стабилизация хорошая, но не делает существенной магии при съемке с рук в движении. 4К дает отличную картинку, но в этом режиме лучше снимать со штатива или без движений с рук. Батарея емкая, но если вам мало 2 часа, то возьмите запасную. Если покупаете симку, то смотрите, чтобы был переходник. Камера легкая, легче, чем предыдущая Sony, и лично у меня ни разу не было случая, чтобы моя рука уставала ее держать. Ну и последний момент. Не ждите от видеокамеры чего-то сверху, если она стоит меньше полторы тысячи долларов. Все, что ниже, не даст вам такой же эффект, как зеркалки или беззеркалки с объективами, но даст вам возможность снять достойные видео с максимум мобильности для своих возможностей. На этом у меня все. Оставляйте свои комментарии, что вы думаете об этой камере и вообще об этом обзоре. Он получился достаточно объемным. Также пишите, стоит ли делать подобные видео в дальнейшем. Или, по сравнению с другими блогерами, оно смотрелось не очень. Подписывайтесь на канал, если не хотите пропустить новые видео и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить оповещения. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok